Я необычный путешественник, даже странный. Пока все вокруг разглядывают архитектуру и пробуют местную еду, я пытаюсь расслышать то место, где оказался. Ведь звуки всюду! Каждый город гремит, шумит и трезвонит по-разному. Отправляемся в акустическое приключение. Теперь вы не только увидите, но и услышите всё вокруг. В каждом акустическом странстве у меня три задачи. Записать самые интересные звуки, собрать их в одну мелодию и, главное, выучить самую известную местную песню и с помощью неё заработать на что-нибудь вкусненькое. Эксперимент и ничего больше. Красотич! Знаете, сейчас, как Салават Илаев, с места в карьер буду забрасывать вас информацию. Первый факт. На территорию этого города может поместиться сразу семь Парижей. Представляете? Ну, плохо, да? То есть Париж вот такой, а мы в вот таком городе. Второй факт. Его часто называют город трёх шурупов. И третий факт. Он находится между двух рек. Ара и Дель, что значит, чёрная река. И Ак и Дель, что значит, белая река. Неплохо для начала. Про три шурупа попозже потом ещё расскажу. Наш проект называется «Звуки всюду». Мы начинаем наше акустическое путешествие по Башкирии. Эту гитару зовут Герань. Меня зовут Руслан Фаршатов. Народный герой. Точнее, вот так. Салават Илаев. Это город Уфа. Только не подумай, что мы сейчас будем в город снимать, да? В лес едем. Там все звуки. Начнёшь, знаю. Покорять леса и горы поедем не сразу. Камерамэн, как видите, не устоял и всё-таки взялся за панорамы. Пока вы ими любуетесь, вот вам ещё кое-что об Уфе. За всю историю ещё никто и никогда не брал Уфу. Казань брал, Астрахань брал, Уфу не брал. Теперь о странностях на карте города. Почему-то северная улица находится южнее южной. Центральная улица где-то на окраине города. А окраинная улица в двух километрах от центра. Ну, тут всё ясно. То, что сейчас является сердцем города, сто лет назад была за дворками башкирской столицы. Сегодня Уфа – это один из главных, если не самый главный, хоккейный город страны. А ещё здесь давно гордятся своими нефтью, мёдом и звёздами рок-н-ролла. Мы приехали сюда не только за звуками, но ещё и проводим эксперимент с народной песней. Я сейчас пою башкирскую народную, очень известную песню. А вы знаете, что в нашем проекте мы обязательно должны найти по-настоящему известную местную песню и попробовать заработать на ужин. Выучить песню и заработать на ужин. Вот. И здесь башкирия – это песня Кубалягим. И самое интересное, что вот как бы татары башкирии, они живут. Ну, рядом, да, буквально живут. И считают оба народа Кубалягим своей песней, чтобы подтверждать, что это народная. Это замечательно. Осталось проверить, насколько у меня, ну, насколько правильно я вообще выучил её. Как мне повезло сразу же. Да. Как будто бы вы прям специально тут сидели, ждали меня. Чего молчите? Мы не знаем. Извини, дружище. А вы башкирки? Да. Прям вот башкирки-башкирки. Да, прям башкирки-башкирки. Башкирка? Точно? Ты тоже не знаешь. Знаешь? Знаешь? Она знает, ребята, всё. Ха, не всё потеряно. О, башкирская песня. Айе. Классно. И татарская тоже. Как то есть? Все поют, и татары поют, и башкиры поют. И вот ты тоже не понимаешь, и то поёшь. Вот видите, какая песня здоровая. Как подпевающие уфимцы вежливо промолчали, промоя акцент. От него, конечно, сразу не избавишься, но постараться-то можно. Башкиры очень легко учат английский, потому что у них есть такие же звуки, как, например, the и the. А вообще, в башкирском алфавите 42 буквы, 9 из которых вы точно не найдёте в русском. А ещё, вот я взгромоздился на букву, которая звучит как «э», их целых две в названии города. «Э» — это «ф», и там ещё одна «э», «э-ф», благодаря чему, собственно, этот город и называют «городом трёх шурупов». Помните, обещал рассказать? Рассказываю. Всё как обещал. Держу слово. А ещё башкирское слово держат на языке как минимум 1 миллион 200 тысяч человек в мире. Это чуть больше населения Уфы. Язык считается тюркским, но пускает корни в древний персидский, или по-другому фарси, на котором сейчас говорят в Иране. Не знать хотя бы пары башкирских слов здесь невозможно, потому что на радио можно поймать несколько башкироязычных волн. По телевизору вещает канал с шоу-проектами и новостями на башкирском, а все вывески и указатели в городе на двух языках. Кстати, насчёт города. Сейчас покажем пару интересных мест, на которые вы бы сами не обратили внимания. В этом месте, хочется сказать, тише-тише мы башкири. Во-первых, невероятной красоты фонтан. Таких нет в России, мне так кажется. Шум воды, этническая башкирская музыка. То есть просто вот стоять так, молчать, смотреть, слушать. Слушать, смотреть, молчать, стоять. Я знаю про фонтан «Семь девушек» только одно. С ним связана древняя башкирская легенда. Решил не гуглить, а спросить у местных, о чём, собственно, поёт фонтан. На один Яйляу, на одну деревню, напали казахи. Деревня называлась Яйляу? Нет, Яйляу – это стойбище, где юрты стояли. Напали казахи, а все мужчины, так как были на воене, женщин всех захватили, и оттуда сбежало семь девушек. На них напали какие-то враги, окружили их дом и порезали им ступни, чтобы они не смогли убежать. Девушки не захотели быть пленёнными. Ну, они сёстры были, и они решили... Взялись за руки убежать? Да, и ушли. Подошли к скале и бросились все со скалы. Вот такая вот... Куда бросились? Грустная легенда. Куда бросились? Со скалы в реку. И погибли. В реку? Да. Вот такая печальная легенда, плюс народные мелодии, шум воды – всё вместе даёт такое щемящее чувство. Есть такой танец, найдите абсолютно семь девушек. Так прямо называется? Семь девушек пошли. А где его можно найти здесь, в Уфе? Кто-то танцует? Его танцуют в Пайзи Гаскарова, да? Многие танцуют, да. Пайзи Гаскарова – это ансамбль. Ансамбль, Пайзи Гаскарова. А где находится? Даже ничего придумывать не пришлось. История звуков сама по себе заплетается, расплетается и ведёт нас на новую локацию. Туда, где разговаривают на танцевальном башкирском языке. Вот смотрите, есть шедевр картина, шедевр музыкального произведения, шедевр книга. И впервые в наших акустических приключениях мы хотим рассказать про танец-шедевр, танец-легенду. Знакомьтесь, Айсулу Ганединова, народная артистка РБ, то есть Республика Башкортостан. Сейчас расскажет нам все секреты танца «Семь девушек». Расскажешь? Расскажу, конечно. В каждом танце всё-таки это душа. Особенно это проявляется в танце «Семи девушек», потому что без души, без внутреннего состояния девушки этот танец просто невозможно станцевать. Этот танец связан с легендой, тем более с такой, ну не очень, скажем, весёлой, она печальная легенда. Нам вот говорят, что даже за кулисами нельзя там смеяться, хохотать, нужно готовить внутренне, внутренне эмоционально себя перед этим танцем. Все семь девушек – эталонные башкирки. Взгляд вниз, медленные плавные движения, спокойное достоинство. И весь драматизм в самых, вроде бы, незаметных движениях. В кульминации танца девушки вдруг одновременно открывают глаза. Тот случай, когда взмах ресниц впечатляет сильнее, чем самая изысканная хореография. Мы открываем глаза в этом танце, полностью глаза, и показываем, то есть полную улыбку, и опять уходим, погружаемся в себя. Это уже получается кульминация, когда перед, вот по легенде, если вы знаете, девушка перед, ну, погибелью своей, смертью, она открыла, показала глаза, там, улыбку, и всё. Ну и вот. Как девчонки не спотыкаются так? Как они видят это перед собой? Ну, вот это и называется профессионализм. А, вот что называется профессионализм. Башкиры гордятся своим великим хореографом Файзи Гаскаровым. Именно его именем назван государственный ансамбль танца. У гаскаровцев каждый танец, как отдельный спектакль, расписанный паралям. Танцовщики готовят огромную программу и полностью перенастраиваются перед каждым выходом. Не знаю, как им удается крутить этот тюнер эмоций, но, видимо, так и становится. Большими артистами. Ну, скажи честно, вот хоть одна девушка за всю историю хихикала перед танцем? Ну, по секрету было, конечно, такое, но мы это дело запрещаем. Я всё хотел понять, чем башкирские танцы принципиально отличаются от других. Что делает их башкирскими? Ответ идеально вписывается в наш формат. Башкирская дробь! Это, так сказать, звуковой логотип башкирского танца. Дробят в Башкортостане и профессионалы, и деревенские ребята, и вообще все, кто танцует народный танц. Сейчас осмелюсь вас попросить научить меня танцевать башкирскую дробь. Ти-ди-да. Молодец. Молодец. Ещё. И осталось только... Ти-ди-дам. Пам-пам. Да ладно. Пам-пам. Осталось. Нормально. Только на полную ступню ставь вот эту правую ногу. Правую. Ти-ди-дам. Не так? Ти-ди-дам. Пам-пам. О, молодец. О! Я вспотел уже. Я уже вспотел. Потихоньку складывается ритмическая часть нашего будущего саундтрека. Звукового символа башкирии. Так что пишем первый звук, который можно услышать только при исполнении башкирского национального танца. Башкирская дробь произошла из-под дрожания топоту копыт. Потому что свяжение башкира была связана с лошади, с конями, поэтому, соответственно... Кочевники. Кочевники. Сидуа. Вот этой дроби придумали кочевники. А-а-а. Потому что, чтобы в стремени, допустим, ноги вот так держались крепко, здесь привязывали, соответственно, ну, какую-то там деревяшку или так далее, которую потом оттачивали и так далее. И он позволял держаться крепко. Откуда пошел каблук? Да. А-а-а. Каблук пошел не для того, чтобы удобно ходить. Да-да. А чтобы держалась стремень и нога крепко. Ну да, правильно. Поэтому каблук придумали... Я не задумывался об этом никогда. И потом люди увидят, что это придает какой-то оплоп красоту, возрушает человека. Да-да. И потом немножко удобно. Поэтому и оттуда пошло дальнейшее развитие. Вот это что современные женщины... Женщины... Носят шпильки. Это имеет вот такую свою историю. То есть там... Сходите. Путешествие-то у нас акустическое. Звуки-то исключительно башкирские. И трек, который мы в результате должны сплести из всего, что услышали, тоже будет башкирский. Но трек треком, а песню надо выучить на башкирском языке. Чтобы заработать на ужин. Помните, да? Ребрышки, конины. Это мы учим давай, наверное. Звуки-то исключительно башкирского языка. Звуки-то исключительно башкирского языка. Звуки-то исключительно башкирского языка. Что за песня? На каком языке? Татарском. Кубалякен, кубалякен. Почему на татарском? Ну, если я не ошиблась, так ведь? Олег, не раз слышала. А мне показалось так. Знаете песню? Значит, песня не татарская, а башкирская. Девчонки, запомнили? Башкирская песня. Телекарь бабочки. Вот. Знаешь же? Песня известная? Башкирская. Давай, хором. Три, четыре. Известная башкирская. Три, четыре. Известная башкирская. Молодец. Муночка, приятного аппетита. Башкирская песня. Сходство есть. Ну, акцент очень сильный. Не знаю слова, но песню знаю. Ну, это очень популярная песня. А что сказали про песню? Как назвали? Ну, кувелагам, наверное, песня. А, это как, вот, на каком языке она поется, на? На башкирском. Народная. Это что, народная песня? Народная башкирская песня? Да вы что? Да, конечно. Я думала, композиторская? Нет. Ну, все замечательно. Нормально. Ну, прекрасно. Нормально? Тут то бен. Не так уж мало певучих людей в Уфе, я вам доложу. Несколько дуэтов состоялось, так что мои шансы на полноценный ужин настоящего башкирского егета ощутимо возрастают. Между прочим, фразочка «коня бы съел» в здешних ресторанах воспринимается буквально. Башкиры всегда были кочевниками, поэтому не знали ни границ, ни расстояний. И, конечно, главные звуки башкирии, они там, в горах, лесах, степях. Попробуй догони, попробуй поймай. Вот того и гляди, легнет или ужалит. Попробуем? Здесь, наконец, приходит понимание, что Башкортостан – это не только Уфа. Настоящая архаичная этника. Живой быт вдалеке от клонов многоэтажек на вольном воздухе. Мы в этнопарке Ирэндек на лошадиной ферме. И здесь не происходит ничего нового. По крайней мере, для Башкортостана. Как и 300 лет назад, здесь пасут, объезжают и доят лошадей башкирской породы. У них короткие ножки, толстая шея. И пишут, что их выносливости хватит на 8 часов непрерывного движения, которые эквивалентны 140 километрам пути. Только эти кобылы дают молоко, из которого здесь делает настоящий кумыс – гастрономический символ Башкортостана. Знакомьтесь, друзья, Фанис Агай, основатель фермы. Вот первый вопрос, самый главный. Чем отличается башкирская порода? Лошади башкирские, они очень выносливые, они полудикие. Они зимой, летом сами пасутся и сами с себя добывают корм. То есть нет никаких расходов? Нет. Плюс 30, минус 40. Эти лошади, судя по всему, чувствуют себя одинаково хорошо. Ну, летом понятно, они просто пасутся. Зимой тебе нят. То есть разгребают копытами снег и поедают прошлогоднюю траву. Без хвалённой выносливости так бы не получилось. Все они абсолютно приученные, домашние или как-то? Ну, они не домашние, мы вот этих вот только приучили к дойке. И вот только буквально месяц прошло, мои доярки, они очень мучились. Скотники мы завязываем. Одна так и не поддалась. Тот случай, когда доярка – это опасная профессия. Если своевольной башкирской лошади что-то не понравится, одно движение копытом, человек на пару месяцев останется безручной работой. Рискуют все. Это же лошади вносливо, они первой мировой войны воевали, во вторую конница была, башкирская конница была. Вот эти они потомки, потомки. И под знаменитым Салаватом Юлэром тоже башкирская порода. У этих ребят в табунах и сейчас чуть ли не военная дисциплина. Жребцы контролируют передвижение своих в загоне и на вольном выпасе. И если один конь уводит подругу у другого, обоим не поздоровятся. Где еще видели такую очередь из лошадей? А тут четкая иерархия, кстати. Все не просто так. Сначала самые авторитетные заходят, а потом уже молодежь. Если кто вне очереди, сразу копытом по хребту. У гнателя потерять табун сегодня трудно. Каждой лошади вживили чип, который передает сигнал на телефон. А если животное изобретет туда, где связь не ловит, чип заменяется на колокольчик на шее. Некоторые кобылы друг друга находят, пара, как у людей, подружки. Вот они видишь, друг к другу плетут косы. Вон коса. Как это плетут косы? Плетут, с самым языком зубами. Серьезно? Подходят? Вот это узбечка, вон узбечка. Ну, и вот это вот косы, это они друг к другу сами? Да, да, сами. Полифония лошадиных звуков для башкир, как шелест листвы или шум ветра. Так что без этих мотивов башкирская звуковая дорожка не обойдется. Слушаем и записываем башкирскую лошадь. Аптардапкин хаунга. Я не знаю, Айхелу, наверное, очень не повезло. Сейчас будет учить меня доить. Итак, братцы, начинаем челлендж. Подоить кобылу и не получить копытом по лбу. Ого, пошло дело. Как вот доить корову, это легко представить. Как козу, в принципе, тоже. Но вот как доить кобылу до этого момента, у меня картинка как-то не складывалась. Слушаете разницу, да? С каким звуком Айселу Апай доит кобылу и с каким я. Это вот кумысный цех вот этого? Да, вот цех. Ну, где мы делаем этот самый напиток. Молоко после тойки они в чанах сюда принесли. В чанах принесли. Вот в эти как раз. Да, да, да. Да, это я помню, сливали. Вот оно свеженькое. Это вот пенка, смотрите. Чтоб не было микробов в этих бочках деревянных, она цельно делала. Мы сейчас, они костер сжигают из коры и производим дезинфекцию. Внутри? Да. Липовая бочка? Да, да, да. Видишь, как цельная? О, вот цельная. Вот видишь? Цельная липа? Да, мы с бурзианами приводим. А почему липа-то? Липа – это дерево, которое запах не принимает и запах не отдает. Вот это закваска? Да, это закваска. Ну-ка, интересно, интересно, как там, чего там. Вот она. О, хридреная какая. Как первая самогонка. Закваска наливается в чан. Чан, понял. Так, теперь наливаем молоко. И вот молоко пошло. Прям бисмилла, говори. Бисмилла? Бисмилла наливаю. Раз, это титровое. Так. А это? И еще? Еще, давай. Вот оно, белое золото башкирской степи, братцы. Ах, как хорошо идет. И еще и дождик сейчас капает. Это, наверное, вообще будет чума. И с дымком. У приготовления кумыса, пожалуй, мог бы быть и отдельный собственный саундтрек, если бы напиток так явно не ассоциировался с башкирией. Слушаем бит кумыса в проекте «Звуки всюду». Ну что, я пробую? Пробую? Процесс прошел? Где гитара-то? Ммм, как вкусно. Такой щиплет немножко язык, да? Чуть-чуть. Такой вот. Ммм. Такой газированный кефирчик. Скользим по Нагушскому водохранилищу. Местные давно его уже считают озером. Оплывем в удивительное место, друзья. Его изображение сбивает все наборы картинок для рабочих столов наших девайцев. Еще не видел, конечно, но предвкушение. Странно, конечно, но вот вся эта красота создана отчасти человеческими руками в технических целях. Лет 50 назад русло реки Нагуш перекрыли плотиной и создали водохранилище, чтобы была вода в трех ближайших городах. По берегам поселились люди и настроили туристических лагерей и домиков. Правда, до водопада Куперля, куда мы направляемся, не каждый турист дойдет. Придется передвигаться и по воде, и пешком, по берегу, и вброд. Уже на полпути мы чуть не пожалели, что решились на этот поход. Говорят, здесь водятся медведи. Вот здесь, как раз, вот в этих местах. И чтобы, так сказать, избежать не самой приятной встречи, нужно шуметь, громко говорить, вот как я сейчас говорю. Песни петь лучше даже. Мишка услышит и стороной обойдет. Ну, двояко такое чувство. Вроде бы хочется подснять вот его, да? Ну, если встретишь. Как он воду пьет, как он рычит, звук записать. А с другой стороны, боязно. Мало ли что, у Бурова на уме. Кстати, насчет не один. Этот переход длиной в 7 километров нам помогает преодолеть суровый парень по имени Саша. Инструктор, правильно? Инспектор. Инспектор. Прости, пожалуйста, Саша. Вообще, то есть, ну, настолько молчаливый, что никак вообще, ни с каким вопросом не подъедешь. Это потому, что часто медведей видишь, Саша? Или просто сам к себе такой, серьезный, молодой человек? Просто жарко. Просто жарко? Просто жарко. Ну, скажи, медведи реально, ну, часто видишь медведей здесь? Да. Прямо вот так вот идешь и медведи? Прямо не здесь, прям на какой-то лес, я видел очень часто. А когда вот... Ну, на каком вот расстоянии, самом коротком? 30 метров. Вот так вот, да? И что в этот момент нужно делать, если я оказался один на один вот так с медведем? Когда я с ним встречался, он шел мимо. Я шел против ветра, он меня не чуял, и он просто обошел меня, и все. То есть даже не увидел? Да. А было страшно хоть раз? Нет. Когда видишь медведя, страшно. Страшно же потом. А шутить умеет, Саша. Вспоминаю все, что знаю о медведях, и пытаюсь спланировать, как спасаться в случае чего. Убегать буду или уже мертвым притворюсь? А если испугаюсь, то убегу без оператора или его тоже прихвачу? Короче, чтобы снять мандраж, травлю анекдоты. А еще местные любят рассказывать веселую байку. Значит, отправили туристов и дали им колокольчики. Типа будете звенеть, медведей отпугивать. Ну, туристы, конечно, не вернулись. Оп! Мощный поток. Не вернулись, отправились их искать и нашли по дороге медвежьи какашки. И вот в каждой такой кучке лежал колокольчик. Нет, ну это смешно, конечно, когда не один, если. А так... Ой-ой-ой. И это была последняя история перед праздником для глаз, которые обещали нам все гиды и люди, что советовали приехать сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, Куперля, переводят башкирского, значит, с моста. И это не случайно. Смотрите, знакомьтесь. Знаменитый Карстовый мост. Вода, время, ветер хорошенько здесь попыхтели. И, кстати, продолжают пыхтеть. Это значит, что совсем скоро всей этой красоты может не стать. Поэтому собирайте чемоданы и сюда. Этот мост высотой в 25 метров – все, что осталось от подземного русла ручья. Раньше поток был полностью скрыт под породой, которое сейчас уже разнесло ветром. Осталось только это кольцо, которое раньше было, грубо говоря, трубой. Висячая часть моста тянется на 10 метров. Страшно представить, если все это рухнет однажды. Сейчас поднимемся на один этаж вверх и посмотрим еще оттуда. Как музыкально звучит. Куперля. Весной, конечно, здесь шумно. Летом так поскромнее. Но только послушайте, как звонко падают эти водяные струнки. Падают и аккуратно сбегают и впадают где-то там далеко. В Нугуш. Мало кто добирается сюда. Автомобильных дорог нет, пешком идти долго. Так что сейчас есть шанс послушать, что говорит водопад Куперля, пока почти никто его не слышит. Ну что, впереди еще один день в Башкирии, который уже успела удивить. Строю маршруты, настраиваю гитару, слушаю звуки. ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, яй. О, яй. Субтитры создавал DimaTorzok